Привет! В настоящий момент не менее половины зрителей испытывают проблемы с замедлением YouTube. По заявлениям Хинштейна, сейчас YouTube замедлен до 40% и к концу текущей недели будет замедлен на 70%. Крупные блогеры высказались о замедлении YouTube, об этом через минуту, а сейчас я обращаю ваше внимание. Я провожу много времени в переговорах с различными ютуберами, чтобы лучше понять, как нам действовать в текущей ситуации. И один из важных выводов, который я сделал за эти дни, состоит в том, что принципиально важно, дорогие друзья, авторы каналов, информировать нашу с вами аудиторию о том, что происходит, что дальше будет и какие меры предпринимать. Во-первых, важно объяснять зрителям происходящее, потому что есть огромное количество людей, которые не следят за новостной повесткой и не знают, что YouTube замедляют. Другие же смотрят телевизор и думают, что причина замедления YouTube состоит в том, что сервер Google деградирует и, соответственно, здесь ничего с этим не поделать. Поэтому объясняйте зрителям, что замедление происходит под влиянием Роскомнадзора, что это официальная позиция, которую высказывают Хинштейн, Кадыров, которые требуют, цитата, закрыть YouTube к чертовой матери и другие публичные спикеры. И что есть вполне себе понятные инструменты, которые позволяют обходить блокировки и избежать замедления YouTube. Мы еще поговорим дополнительно о тех мерах, которые предлагает Google в борьбе с замедлением и о том, почему это не сработает. Также, друзья, важно объяснить вашим зрителям, что ни мы, ни кто-либо другой из блогеров не будут переходить на отечественные платформы и создавать контент под них. Максимум, что будет происходить, пользователи будут дублировать свой контент на отечественные платформы, но создавать контент и зарабатывать на YouTube. Потому что на импортозамещающих платформах нет нормальных алгоритмов, ими неудобно пользоваться. Они точно так же тупят, тормозят. В них невозможно найти нужную информацию. Там нет рекламодателей, там нет охватов, там нет бюджетов, нет перспектив развития. Там ручная модерация, и за любую проблему, за все что угодно канал сразу сносят, без возможности восстановления. Это касается любой площадки. И еще там нет органического трафика, там невозможно нормально развивать свой проект, не покупая тоннами рекламу, что не вписывается в бизнес-модель. Когда все это мы доносим до зрителей, им приходит понимание, я бы даже сказал озарение. Наша с вами задача уделить этому время. Подумайте об этом, чтобы не терять свою аудиторию. А если вы зарабатываете деньги на монетизации, то ребята, сейчас самое время предпринять защитные действия для того, чтобы А. не потерять доход, Б. не потерять возможность в дальнейшем получать доход. Я говорю не только про иностранный оценз, я говорю также о вывод на банки, находящиеся в Российской Федерации. И здесь есть элементарное правило безопасности, чтобы вас не дергали в налоговую по вот такого рода сообщениям. Вызовом соблюдайте эти правила безопасности. Ну и если вам нужна подсказка, консультация, либо помощь с выводом ваших денег на оптимальных условиях, с вашего Атсенс или подключения монетизации. Здарова, друзья! Старик на связи! Хочу пару слов сказать о работе с Денисом Коноваловым, с Коноденом. Недавно я тут заработал свою первую сотню баксов на Ютубе и встал вопрос, как выводить эти деньги. Выяснилось, что на Тинькофф вывести нельзя. Ну и я посчитал, что слишком сложно где-то искать какие-то банки, которые принимают платежи, открывать счет, платить за обслуживание. Решил я написать Конодену в личку. Ну и был удивлен, потому что он быстро ответил, перенаправил на сотрудницу. Она объяснила, что делать, куда что писать, как заполнять. И достаточно быстро я вывел свои деньги. В итоге они у меня сейчас на карте. Сумма небольшая, но как бы рекомендую воспользоваться услугами, если у кого-то есть такие проблемы. Может быть не только такие проблемы, а все, что связано с Ютубом, с развитием канала. Я думаю, что не будете разочарованы. Так что Конодену большое спасибо за помощь. Первая ссылка в описании. Пишите, мы вам поможем. С нами работает огромное количество ютуберов на постоянной основе. Крупные блогеры высказались о замедлении Ютуб. Сейчас пойдем просто по громким именам. Амиран Сардаров заявил, что не понимает причины и мотивации блокировки Ютуб. И Ютуб в настоящее время очень наворочен по функционалу и удобен. Это была цитата. Очень много талантливых творческих людей окажутся на обочине. Конец цитаты. Евгений Баженов, бэткомедиан, наш любимый, сказал, что Целились в Ютуб, а попали в российских пользователей. Против которых этот шаг по итогу направился. В правконтакте же он заявил, что сервис работает ужаснейшим образом. Тормозит и тупит очень сильно. И в этом я его безусловно поддерживаю. Далее. Николай Соболев заявил, что все блогерское сообщество Перешло бы на отечественные платформы, если бы они были готовы. Но сейчас они не готовы. Интересно, Николай заявляет за все блогерское сообщество. Видимо, ему вскружил голову вариант избавиться от статуса иноагента. И он теперь выступает за всех. Ксения Собчак сообщила, что Ютуб для нее самое главное дело. Которым живет она, ее команда, блогеры и журналисты. Ютуб давно заменил телевизор. Его блокировка большая ошибка власти. Ну и Клим Саныч Жуков выразил мнение, что Ютуб никак не пострадает сам по себе. Вот замедление или блокировки. А вот российские пользователи пострадают. Отечественные площадки работают в разы на порядке. Хуже, чем Ютуб. И это действительно так. В сообществе Ютуб тем временем рассказали о поиске решений проблемы с замедлением видеосервиса. Причем Google сам заботится о выходе из строя кэширующих CDN серверов. Это серверы распределенного контента, которые позволяют локально подгружать видеоролики, чтобы они грузились быстрее и не запрашивались из удаленного какого-нибудь американского дата-центра. Поскольку из-за санкций и невозможности поставок сейчас в России CDN сервера не обновляются, Google предложил провайдерам Российской Федерации вместо сети серверов Google Global Cash сделать прямой стык в Москве или Санкт-Петербурге. Реакция ответная неизвестна. Ну и для пользователей. Если вы используете Chrome браузер для просмотра видеороликов, то вам рекомендуется включить экспериментальный протокол Quick. Для этого в Google Chrome нужно ввести в адресной строке Chrome двоеточие две косые черты, Flex косая черта, решетка Enabling Defiz Quick и выбрать вариант Enabling. Вы на всякий случай видите то, что нужно вписать в адресную строку на своем экране. Можете включить и посмотреть, возможно чуть-чуть будет быстрее, но для обхода ограничений со стороны Роскомнадзора, блокировок и замедления вы знаете, какие средства необходимо использовать. ВП Роскомнадзор N. И это то, что вам действительно поможет рекламировать. Такие средства мы не можем по существующему закону в Российской Федерации. Но вы-то знаете, что делать. Некая ассоциация блогеров и агентств обяжет блогеров отводить 5% дохода под социальную рекламу или 5% своего времени. Тут непонятно пока как это будет, но заявляется следующее. 5% дохода сейчас отдают средства массовой информации и крупные сайты на социальную рекламу. Данную инициативу ассоциация блогеров, кто блин это такие и агентств предполагает распространить на блогеров. Вот сейчас рассматривается такая инициатива, но кто их знает, могут и принять. Они там разное принимают, так что принять что-то подобное для них не проблема. YouTube заблокировал канал Мосбиржи. Как вы знаете, Московская биржа попала под санкции. И в соответствии с требованием Американского санкционного комитета ОФАК, канал биржи заблокировали за нарушение условий использования YouTube. Пользователю заблокировали канал за публикацию клипа Олега Газманова. Это не блогер, это просто пользователь, который залил к себе на канал пустой клип Газманова «Русский мир». Его сжахнули. Ну, в общем, ожидаемое явление. Опубликована оценка имущества Google в России. Как вы знаете, нас вынудили к банкротству компанию ООО Google, которая зарегистрирована была на территории Российской Федерации. Это московский офис Google, куда мы ходили на различного рода мероприятия, куда приглашали сертифицированных экспертов YouTube, крупных блогеров. И там было очень лампово, уютно и прельстиво. Так вот, эту компанию Google в России обанкротили, и теперь реализуют ее имущество с торгов по банкротству. Конкурсный управляющий сообщил, что стоимость имущества компании Google в России оценена в 14,9 миллиона рублей. Примечательно, что 6 кнопок YouTube, это серебряные и золотые награды, оценили по 1 рублю. И на фотографии, которая попала в публичный доступ, мы видим еще старого дизайна кнопку, которая присуждена иностранному агенту Камикадзе Ди на YouTube. Он ее, видимо, не забрал, потому что уже уехал. Там еще чьи-то кнопки, не все видно, но может быть вы рассмотрите, чьи там кнопки лежат, не забранные на YouTube. При этом примечательно, что кнопки в описании имущества охарактеризовали как имеющие потертости или царапины. Вот такая история, ребята. Тем временем авторы смогут сохранить музыку из ленты Shorts. Можно будет эту самую музыку в выбранный плейлист. Сохранить это облегчит процесс создания коротких видео с использованием выбранной музыки. YouTube расширяет возможности вкладки «Вдохновение». Теперь там будут рекомендации на хинди, японском и корейском языке, если вдруг вы знаете эти языки или они у вас по каким-то причинам установлены. В справке YouTube появился дополненный раздел «Советы по созданию видео». Там некие базовые параметры, которые могут помочь вам создавать видеоролики и начать зарабатывать на канале. И, кстати, я напомню, дорогие друзья, что сейчас лучшее время для того, чтобы заходить на иностранный YouTube, создавать там канал. Для этого не требуется знание иностранных языков, не требуется жить где-то за границей. Вы можете быть в России, вы можете не иметь опыта создания иностранного YouTube-канала, но войти в эту нишу и в среднем за каждые 250 тысяч просмотров горизонтальных роликов, что немного, как вы понимаете, зарабатывать от 800 до 1000 долларов. На монетизации, ребята, таких кейсов вагон и маленькая тележка. Вот некоторые примеры из кейсов, которые, собственно, я и выкладываю в специальном курсе, вы видите на своем экране по доходности каналов. Это небольшие каналы, ребята, там 30-50 тысяч подписчиков на канале. Они работают не так давно и уже демонстрируют весьма неплохие результаты по доходности. Так вот, друзья, по ссылочке в описании вы видите курс по запуску и развитию иностранных YouTube-каналов. Мы объединили наш опыт, накопленный годами. Опыт нашего небольшого сообщества ютуберов, которые ведут каналы на иностранном языке. Сообщество так и называется, наш закрытый чат заработок на иностранном языке. Там 260 участников. Можете, кстати, тоже к нему присоединиться. Поэтому, кто хочет развиваться на иностранном YouTube, переходите по ссылочке в описании, выбирайте тариф. Я рекомендую продвинутый тариф, потому что он включает в себя кейсы, доступ в закрытый чат, доступ к вебинарам и является таким наиболее интерактивным. Ссылочки в описании. Давайте качать иностранные YouTube-каналы. Это крутая движуха и вы сможете продолжить зарабатывать на нашей любимой платформе, что бы ни происходило в России с блокировками, ограничениями и замедлениями. А YouTube тем временем расширяет возможности продажи каналов. Участники партнерской программы смогут сохранять продукты и сравнивать комиссии на данные продукты. Функция работает в браузере Chrome пока что. YouTube изменил вид мини-плеера. Когда вы смотрите видеоролик и хотите осуществлять дальнейшую навигацию по YouTube, можно так вот смахнуть, свернуть окно проигрывателя. И сейчас по умолчанию оно имеет один вид. Теперь же будет несколько видов мини-плеера. Во-первых, такой же, как картинка в картинке, то есть, ну, примерно на треть экрана внизу. Его можно будет перемещать по экрану. Первое, второе, его можно будет сделать совсем маленьким. На самом деле это очень удобно и пользоваться таким мини-плеером реально приятно и круто. Видео с открытия Олимпийских игр было удалено с YouTube. Международный Олимпийский комитет посмотрел на реакции мирового сообщества на открытие и принял решение видеоролик удалить. Так что не только какие-то блогеры под влиянием хейтеров трут свой контент, удаляют ролики или даже целые каналы. Даже вот Международный Олимпийский комитет совершил подобное. Пользователи жалуются на сомнительную рекламу на YouTube. Это проблема любых площадок. Все куда-нибудь, то порнография прорвется, то что-нибудь еще. Пользователи Reddit и X, запрещенного сообщества, ну, соцсети на территории России, сообщают, что им попадается реклама 18+. Google обещает побороть такую рекламу, но всегда она так или иначе просачивается. Это же борьба снаряда и брони. Она происходит всегда. Вон ВКонтакте вообще кладись в порнографии. И никто не борется, на удивление. Видимо, всем по кайфу. Компания Runway обвиняется в незаконном использовании YouTube для обучения искусственного интеллекта. Компания разрабатывает нейросеть, которая будет генерировать видеоролики. И был вслед некий доступ к таблице с данными, которая предположительно использовалась компанией Runway для обучения искусственного интеллекта. Компания предположительно использовала YouTube-каналы Netflix, Disney, Nintendo, Rockstar Games и ряд других крупных блогеров для того, чтобы обучить свою нейросеть. Корпорация Alphabet, куда входит Google, сообщила о доходах за второй квартал 2024 года. У нас хорошие новости, которые порадуют тех, кто хочет запускаться на иностранном YouTube. В общем и целом за второй квартал Alphabet заработали 85 почти что миллиардов долларов от рекламы. А доход на YouTube составил 8,66 миллиарда долларов. Что на целый миллиард больше, чем за второй квартал прошлого года. И вот эти деньги, естественно, распределяются тем, у кого включена монетизация на иностранном YouTube. Поэтому авторы стали зарабатывать денег больше. Это, ну, более чем на 10% больше. Это очень существенный прирост и очень прельстиво. Команду MrBeast покинул один из постоянных работников. Это Ава Кристайсон. Трансгендерная женщина, которая регулярно появлялась на канале Биста. Ее обвинили в том, что когда ей было 20 лет, у нее были отношения с 13-летним подростком. На этой почве разразился скандал и она ушла из публичной деятельности. Тем временем подростку в США другому, не тому, который встречался с трансгендером, предъявили обвинение за видео на YouTube. Ох, какой был бы сюжет, да, если бы этому подростку предъявили обвинение за видео о встречах с трансгендером. Но нет. 17-летний подросток на железной дороге повредил стрелочный механизм и спровоцировал аварию поездов. Трындец какой-то. К счастью, никто не пострадал, но состав с углем был просто распидорашен, извините за выражение. И подросток заснял это на видео и выложил на YouTube канал, такой, смотрите, что происходит, какой трындец. И, естественно, ролик попал в полицию. Затем полиция по камерам отследила, что подросток повредил пути. Его задержали, и теперь ему выставляют ущерб в 350 тысяч долларов. Вот не умеют они снимать нормальный контент про поезда и метро. Учитесь у наших. Канал Владимира про метро. Лучший канал вообще про метрополитены, поезда. Вот так надо снимать, а не аварии устраивать на железной дороге. Ну, американцы, где ваше творчество и фантазия? Надо Владимиру сделать переозвучку контента на английский язык. Вот это будет топчик. В Канаде браконьеры были оштрафованы на 6 тысяч долларов за видео на YouTube. Двое мужиков охотились на лося и делали это незаконно. И опубликовали видеоролик. Офицер охраны природы нашел это видео и посмотрел, что ребята-то нарушали закон. Их нашли. И теперь оштрафуют на 6 килобаксов и отстранят от охоты. Теперь постоянная рубрика баги на YouTube. Очень странное отображение главной страницы. Смешались в кучу кони-люди, значки видеороликов. Все, в общем, в перемешку. Язык уведомлений переключается рандомно. Между польским и английским уведомления приходят на любом языке. И бесконечная буферизация всех видео, включая рекламу. Не связанная с замедлением YouTube. А это на Reddit баг опубликовали. То есть, это американские зрители. Да, еще, кстати, наивный вопрос от некоторых авторов. Спрашивают, вот, если я там живу где-то за границей, у меня тоже YouTube замедлят? Нет, у вас YouTube не замедлят. Потому что YouTube замедляют у тех, кто находится на территории России. Теперь популярные темы на YouTube. Напомню, что темы для вашего канала вы находите в сервисе ViceWatcher. Ссылочка на который в описании. Добавьте туда каналы конкурентов. Я рекомендую не менее 25, а лучше 50 каналов конкурентов. Получите темы, которые набирают самые крутые просмотры. Снимайте и кайфуйте. А сегодня у нас такая подборка. Тема для спортивных и новостных каналов. Это Олимпийские игры. Преимущественно на англоязычную аудиторию популярно. И обсуждают открытие игр. Смеются над этим всем. Дают прогнозы. Анализируют выступления спортсменов. В общем, если у вас англоязычный канал, то это прямо топчик. Но русскоязычный только если это какая-то новостная или социальная ниша. В августе появится в продажу Pixel 9. Это смартфон от Google. Который будет иметь мощную нейросеть. И сможет дорисовывать людей на фото. И авторы активно делятся инсайдерской информацией и фишками устройства. Тренд на английском и на русском языке. Третье. Fallout London. Это игровой тренд. Fallout новый вышел. И собственно все обсуждают данную игру. Рассказывают о сюжете. Создают гайды. Анализируют механики. Ну и просто какие-то фанатские кринжовые истории тоже рассказывают. Друзья, в пятницу в 6 вечера не пропустите полезный видеоролик. Который объяснит вам, я надеюсь, что уже наконец падение просмотров. Которая происходит прямо в моменте. Вы будете знать, что делать. 18 часов пятница. Пока.